В этом видео я научу тебя, как бесплатно ты сможешь создать свое приложение, которое будет твоим персональным тренером, учителем языка, приложение для готовки, фитнес-приложение, для бизнес-аналитики и так далее. Без навыков программирования, дизайна, а только с помощью мира сети. Вот это приложение я создала сама за 20 минут, и которое по моему запросу, первое, анализирует мою бизнес-идею, далее делает с нее бизнес-план, бизнес-структуру, финансовое планирование, название, лого и рекомендует 5 лучших локаций для этого бизнеса. А вот это мое приложение помогает мне теперь упорядочить мои мысли. В общем, все в этом видео. Это очень просто, ребят, посмотрите это видео, даже если ты не представлял и вообще не имел отношения к нейросетям, потому что после у тебя точно появится свое приложение. Немножечко расскажу про особенность, потом покажу, и мы создадим приложение, потом расскажу плюсы-минусы, какие есть возможности, какие ограничения. Приложение, с помощью которого мы будем это создавать, называется Imagica. И оно очень долгое время было закрытым, поэтому я не снимала видео, наконец-то оно открылось, и мы теперь можем создавать приложение. Оно пока бесплатное, поэтому используй твой шанс. Его особенность в том, что здесь тебе не нужно кодить, и это не приложение-конструктор, по которому drag and drop. Здесь все намного проще. Показываем. Регистрация супер простая. Заходим через email, и мы внутри. Далее, чтобы создать приложение, здесь есть три разные варианта. Первый вариант, это выбрать готовый шаблон под определенные темы, и уже поменять его внутри, сделать его более обширный. Здесь есть разные уже темы, к примеру, бизнес-ап, educational-ап, travel-ап, cooking-ап, fashion-ап, math-ап, fitness-ап, языковой-ап, разные шаблончики. И когда выбираешь любой, у них уже есть готовый шаблон. Плюсы. Ты можешь выбрать шаблон и просто поменять немножечко запросы, которые там есть, если у тебя немножко другая концепция. Но минусы сразу говорю. Если хоть что-то маленькое нужно поменять, к примеру, вот здесь вот, а от этого будет зависеть ответ впереди, то тебе придется все это удалять, и проще уже создать самому приложение. И это, в принципе, второй вариант, начать приложение создавать с нуля. Ну и третий вариант, это будет вишенка на торте. В конце, ребята, пока создаем приложение. Кстати, я забыла записать, что когда у вас появится сайт, либо, возможно, у вас уже есть сайт, хочу вам посоветовать одну биржу, называется GoGetLinks. Это биржа вечных ссылок для уже продвижения вашего сайта. Начинаем с нуля. Мы нажимаем Create New Project. И у нас вот появляется такой первый блок. Что он означает? Первый блок – это место для определения основного элемента, то есть функция вашего приложения. Что оно будет делать? Для чего оно? Ну и это будет самое первое, что будет писать пользователь в твоем приложении или ты сам себе. К примеру, если это приложение будет для готовки, то первым, возможно, это будут ингредиенты, которые есть у человека в холодильнике. Если для бизнеса, идея для бизнеса и так далее. К примеру, у меня бизнес-приложение для тестирования бизнес-идей. Соответственно, первое, что это будет, это бизнес-идея. Я хочу сделать персональный бренд одежды. Отступление для тех, кто не знает английский. У нас всегда есть Dipple. Вот видите, у меня есть такой Dipple Translate. Это расширение для хрома. Поэтому просто скачайте его в браузер и, если что, просто переводите в нем. Напишите на русском, потом пишите на Dipple. К примеру, выделяю то, что я хочу, выбираю язык, на который я хочу перевести английский. И оно мне переводит сразу же на английский язык. Я буду писать на английском, чтобы не тратить ваше время. После того, как с первым определились, мы нажимаем на плюсик. И вот что означает вот это посерединке? Это командный центр. То есть то, что мы говорим искусственному интеллекту сделать. В нашем случае сделать с предыдущим текстом. То есть, если пользователь напишет, я хочу сделать персональный бренд одежды, тебе нужно. И далее вы выбираете, что вам нужно. Это может быть сделай лого, придумай название, придумай локацию, проанализируй легко ли сложно и так далее. То есть здесь вы выбираете все, что хотите. Помимо текстовых команд, здесь также есть и другие команды. Здесь мы их можем увидеть, нажав слэш. Мы нажимаем слэш. И мы здесь видим, что если вы создаете, к примеру, чат, с которым просто можно пообщаться, то вы можете выбрать Ask Imagica. И это означает, что вы можете получать ответы в реал тайм. То есть оно будет идти на веб, оно будет искать эту информацию, и оно будет выдавать пользователям эту информацию. Если вам нужно добавить какую-то документацию, либо URL, чтобы оно искало эти ответы в этой документации, либо по этой ссылке, вы входите Add Data URL. Соответственно, здесь сюда входите, сюда ссылочку. И AI по запросу он будет идти сначала на эту ссылочку, анализировать, что вы там написали, что ему нужно сделать, и только после этого выдавать ему ответ. Сплит Outputs мы уже поняли, чтобы он их разделял. И сгенерировать картинку, сделать фото у нас есть, поискать картинку, анимировать стиль в киберпанке, эмоджи и далее 2. К сожалению, далее 2, далее 3 тут недоступны. Помимо этого, здесь также можно подключать Amazon, чтобы оно делало продукты на Амазоне. К примеру, это будет приложение для продуктов. И это будет приложение для какой-нибудь одежды. И когда человек захочет, что мне нужна спортивная одежда, оно идет сразу же на Амазон, ищет там спортивную одежду, выдает человеку спортивную одежду. Если это чат-интерфейс, оно может отвечать на вопросики пользователей. Также есть сток, если вы создаете приложение по финансам, то есть какие сейчас цены, что произошло с рынком. Он анализирует рынок и показывает тебе цены этих стоков. Здесь есть V-Grochers, но к нашим странам это не относится, мы это не сможем подключить. И YouTube, то есть мы можем также показывать видео с YouTube. Ну и разные другие видео. Я хочу, чтобы когда пользователь вел бизнес-идею, он ее анализировал для нее, используя SWOT Analysis. Написали, далее, проверка. Очень важно. После того, как мы написали самый первый input, и что нужно сделать с этим inputом, нужно проверить искусственный интеллект, насколько хорошо он нас понял, и получим ли мы тот результат, который мы хотим. Для этого мы нажимаем сюда и нажимаем Run, то есть проверить. Я здесь вижу, классно, он меня понял. У нас вот Analysis, пожалуйста, начинается с strength, brand identity, все классно, weaknesses, opportunities, and threats. Если у вас что-то здесь не получается, проработайте над вот этим запросом изначальным. Возможно, вы не так хорошо его писали. Запросы должны быть максимально коротенькие и точные, четкие. Можете создавать не один input, а несколько inputов. К примеру, я создавала приложение для развлечений, и здесь я сделала так, чтобы человек вначале ввел, сколько их, какие у них отношения, какая у них локация, время, и для чего это развлечение. Только после этого он им дает план их действия. Чтобы создать вот такие вот несколькоэтапные ответы, вопросы, здесь вы просто создаете новый блок. Вы создаете новую ноду, и здесь в этой новой ноде вы пишете следующий вопрос. Далее. Первое действие сделано. Каждый раз, когда человек будет писать, сделать свою бизнес-идею, он будет ее анализировать. Но я не хочу, чтобы на этом оно останавливалось. Я хочу, чтобы оно помимо анализа бизнес-идеи, дальше с бизнес-идеи уже писало бизнес-план. Соответственно, я опять нажимаю на плюсичек, и пишу по результату свод анализа сделай бизнес-план. Проверяем. И он написал бизнес-план. Далее я хочу, чтобы по результату бизнес-плана он с нее делал бизнес-структуру. Поэтому, соответственно, пишу по результату бизнес-плана, напиши мне бизнес-структуру этого бизнеса. Он мне написал. Далее я хочу, чтобы после структуры он мне написал финансовую модель. И далее я хочу, чтобы он мне посоветовал пять лучших локаций, чтобы начать этот бизнес. И после локации я хочу, чтобы он придумал название. Почему? Потому что в зависимости от определенной локации будет немножечко другое имя. Сейчас я нажимаю на плюсик здесь и... И, полагаясь на локацию, он мне придумал название для бренда. Потому что в Америке оно звучит там style heaven, а, допустим, в Японии он предлагает назвать fashion nexus. То есть по-другому и объясняет, почему именно так. После того, как я придумала имя, я хочу, чтобы он сгенерировал мне лого для бренда. Я хочу, чтобы он создал мне картинку под каждое имя. А чтобы он создал картинку под каждое имя, я хочу этот текст разделить. Как это сделать? Мы нажимаем на этот текст и нажимаем split. Соответственно, у нас здесь вот будет пять разных output, да? И вот теперь для каждого ответа я могу написать свой prompt, чтобы у нас не была картинка под все запросы, да? Потому что если мы дадим просто вот этот текст аишке, она, скорее всего, не считает, что конкретно нужно. И после того, как у нас уже есть prompt, мы здесь просим. Нажимаем на slash. Внизу мы выбираем generate image. И оно нам примерно какую-то картиночку сгенерирует. Опять же, на нее полагаться не надо, потому что хорошее лого оно точно пока не сделает. Но приблизительно у нас будет что-то вот похоженькое, которое мы можем взять за reference. Приложение готово. После того, как вы сделали приложение, вот шаг за шагом все сделали, и мы его проверили, теперь мы его загружаем на веб, чтобы посмотреть, что из этого получилось. Для этого мы нажимаем на publish as. Мы выбираем у нас это AI app, либо это статистик веб. Я хочу, чтобы это было AI app. Нажимаем confirm. И далее мы видим, что здесь оно будет так вот выглядеть, что здесь у нас будет вот так вот название. Мы можем его изменить. Мы можем изменить description, описание этого приложения. И здесь мы должны человеку сказать, что он должен вписать, то есть помочь ему. И оставить prompt, такой запросик, чтобы он видел примерно, что нужно вписывать. После первой обложечки, с самого начала, мы дальше выбираем, что из этого всего мы должны поместить на страничку. То есть, что человеку будет показываться, когда он ведет prompt, какую бизнес-идею он хочет. И мы нажимаем на add content. И далее мы заходим сюда, и мы выбираем, что конкретно мы хотим выбрать. Я хочу, чтобы он дал ему свод analysis. Я хочу, чтобы он ему сделал бизнес-план. В общем, в этот раз я хочу добавить все. Мы все выбрали, нажимаем done. И после этого нажимаем publish. Теперь он все это обратно переработает, проанализирует и даст нам ссылочку на наше приложение, чтобы мы посмотрели. Он нам даст ссылочку, мы берем и переходим. Эту ссылочку, кстати, вы потом можете перекинуть себе на телефон и протестить у себя же на телефоне. Пожалуйста, вот наш бизнес. Анализируй свой бизнес-идею. И далее я сейчас хочу не close-brand, давайте введем chocolate-brand или мыло. И мы смотрим, что когда человек вводит мыло, он ему анализирует. Сначала он ему делает SWOT analysis. Потом он ему пишет рекомендации. Потом ему создает бизнес-план. После бизнес-плана создает структуру. После структуры он создает финансовый план. После этого он создает локации лучшие для этого бизнеса. Создает имя под каждую локацию. Промпты под каждое лого. И генерирует лого, бренд-дизайн для каждого мыла. Пожалуйста, вот такие вот картиночки. Это была простая версия. Цепочка за цепочкой мы создавали с вами команды. Сейчас возвратимся опять в Magic. Я расскажу теперь про каждую функцию отдельно, чтобы вы для себя поняли, какие возможности здесь есть еще. Я здесь создавала приложение, как мы видим, шаг за шагом. Почему? Потому что мне нужно было, чтобы он на новый результат сделал следующий вывод, а не самого первого запроса. То есть я не хотела создавать имя бренду перед тем, как я не определюсь с локацией, что будет очень важно, я считаю, для бренда. К примеру, я создавала имя, почему в самом конце, а не в самом начале, хотя я здесь могла поставить плюсик, вот здесь вот. И здесь же написать, чтобы одновременно, когда он анализирует мой бизнес, сразу же мне придумать имя. Потому что в моем случае он бы придумал просто имя, а мне нужно было, чтобы имя непосредственно коннектилось с локацией и после всего-всего, что он проанализировал, да. А так он может быть многоуровневым после свод анализа или после бизнес-плана, я уже могу, чтобы он параллельно мне создавал здесь вот финансы. В следующем окошечке я хочу, чтобы он мне создавал уже имя, и оттуда оно у нас так слоями переходило одно в другое. Поэтому подумайте, прежде чем строить следующую цепочку, нужна ли вам предыдущая цепочка. Возможно, первая цепочка, она вообще не будет иметь отношения к тому, что вам нужно следующее сделать. То есть, в принципе, оно довольно-таки обширное, и то, что я сейчас создала, это был всего лишь один маленький такой пример вам, что можно создать. Какие здесь плюсы этого приложения, какие минусы? Плюсы, это идеально подойдет, если вам примерно нужны каждый раз одни и те же ответы, в смысле структура ответов должна быть одинаковая. К примеру, как у меня, если человек вводит идею, оно сразу же ему его анализирует, выписывает, дальше подготавливает. Какие минусы этого приложения? Минусы приложения, если вы хотите создать какое-то сложное приложение, где будет очень много разных действий, то пока и Magica не тянет на это приложение. Или, если вы хотите, чтобы оно отвечало так, как вы этого хотите. К примеру, вчера я хотела создать приложение а-ля психолог, и я хотела, чтобы оно отвечало специфическими словами. То есть, вначале его успокоило моими словами такими, какими я хочу, чтобы он сказал. Но это сделать Аишка не может, и здесь, когда я ввожу там, скажи ему это, он ему все равно говорит по-своему. Ну и напоследок, я вам обещала третий способ создания приложения. Специально его не говорила, потому что оно уже очень будет сильно простое. Мы нажимаем Try Imagica, нажимаем Begin, и здесь мы просто должны ввести и рассказать Imagica, что же мы хотим создать за приложение в наших словах. То есть, здесь не нужно думать о каком-то промпте или о каких-то деталях, как именно это создать. Здесь ты изначально пишешь там, я хочу создать инвестиционный проект, который будет анализировать стоки и подсказывать мне. И мы смотрим, как AI создает это за нас шаг за шагом. Мы ему всего лишь сказали, что мы хотим, а он дальше думает, как же это сделать. И мы видим, что он создал вначале первый блок, потом он создал второй блок, создал третий блок. После этого оно ему дает разные стоки, то есть, оно ему рекомендует эти стоки. После этого оно ему ищет эти стоки и ищет новости про эти стоки, чтобы он почитал и так далее. Это был третий способ, он самый простой. Но здесь есть тоже минус. Минус какой? Что если что-то тебя не устраивает внутри, внотрянке, это не то, что ты хотел, то тебе опять же нужно будет все это удалять и создавать это все заново. Ну все, это было все на сегодня. С вас точно лайк, коммент, подписка, потому что это офигеннейшее видео. И теперь вы сможете делиться вашими приложениями с вашими друзьями, просто отправляя ссылочку. Ну все, пока.